В множестве состоящих из n элементов выбрано вот такое число его подмножеств. Любые три из этих подмножеств имеют общий элемент. Нужно доказать, что все эти подмножества имеют общий элемент. Извините, Андрей, можешь что-то сказать? Значит, у нас есть... Вы не хотите сказать чисто. Да. Стоящее из n элементов. В нем выбрано вот такое число 2 в степени n минус 1 подмножеств. Вообще, в принципе, подмножество в n элементном множестве. 2 в степени n штук. Это все? Ровно половина из них выбрана. Ровно половина. Любые три. Причем не просто выбраны, а с соблюдением такого странного условия. Любые три пересекаются. То есть, когда берешь любые три из выбранных множеств, обязательно у них будет непустое пересечение. А требуется что доказать? Что они все пересекаются. Что на самом деле просто есть такая точка, которая обладает следующим свойством, что выбраны в точности подмножества, которые ее содержат. А другие не выбраны, которые ее не содержат. Те и не выбраны. Понятная задача. Ну вот. Ну вот пусть у нас есть это множество из этих элементов. И мы как-то разбили его на две части. Вот это у нас А. Вот это будем вызывать вот так. Вот. Тогда понятно, что вместе вот эти подмножества быть выбраны не могут. Значит, тогда если мы возьмем еще какой-то третье подмножество, то они втроем не будут с метелами. Ну, потому что они должны быть вдвоем пересекаются. Да, они даже вдвоем, значит, если мы возьмем третий, то и втроем. То есть, если некоторое множество выбрано, то дополнение к нему не может быть выбрано. Согласен. Далее. Ясно, что не выбрано пустое множество. Потому что оно ни с чем пересекаться немного. Да, пустое не выбрано. Значит, а, да, и выбрано ровно половина. Значит, из вот этих двух выбрано ровно одно. Как бы мы ни разбивали, из этих двух получилось подмножество. То есть, все подмножества разбиваются на пары, множество и его дополнение. И поскольку выбрано ровно половина, то для каждого множества либо оно, либо его дополнение выбрано. Да, конечно. А для пустого множества эта пара, это само множество m. Ну, конечно. Поэтому, раз пустое множество не выбрано, значит, само множество m выбрано. Да. Вот. Далее. Если у нас есть некоторые подмножества из одного элемента, тогда все хорошо. В нем все пересекаются. Ну, потому что любое берем еще. Если она с ним не пересекается, ну, тогда возьмем 3-е и все. Да. Вот. Вот теперь предположим, что у нас нет одноэлементных подножечных элементов. Тогда у нас присутствуют все возможные n-1 элементы. Да. Вот. И докажем, что такой ситуации не бывает. А, потому что пересечение всех n-1 элементных нет. Оно пустое. А при чем тут пересечение всех n-1? Ну, только что пересечение 3-х не пустое. А, тогда я не понимаю. Вот. Ну, значит, пусть у нас известно, что для некоторого m, m меньше, то равно m-1, известно, что выбраны все подножества вот с такими количествами элементов. Вот. Докажем, что тогда выбраны и все подножества, с n-1 элементные. То есть я сейчас такой индукционный спуск буду делать. Мы уже доказали. Идея понятна, да. Слушай, если еще раз, Саня, у нас... Он уже доказал, что все, что n элементные выбраны. Да. Он дальше доказал, что n-1 элементные тоже все выбраны. Я бы тоже положил, да. Потом он докажет, что выбраны все n-2 элементные. Потом, что выбраны все n-3 элементные. В конце концов, окажется, что все выбраны. Чего быть не может. Да. И потом вот так дойдет до самого низа, окажется, что вообще выбраны все. Идея понятная. Это не самое быстрое решение задачи, но идея понятная. Ну, допустим, какое-нибудь из вот таких множеств не выбран. Из стольких элементов, в котором. Да. И оно не выбрано. Да. Тогда выбрано множество с вот таким количеством элементов. Ну, его дополнение. Да. Да, его дополнение. Вот. Ну, вот. Некоторые множества у нас есть с таким количеством элементов. Вот. Далее. Значит, и вот это наш n-элементные, которые не выбраны. И у нас выбраны все m-элементы. В том числе мы можем взять здесь какой-нибудь элемент. И вот такое множество окажется выбранным. Да, конечно. А еще у нас выбраны все m-элементы. И значит выбранным окажется еще вот такое. Все кроме него. Да, все кроме вот этого элемента пересечения. И вот этих трех множеств, которые у нас выбраны, четко скажите, какие? n-1 элементная, нет, по количеству. n-1 элементная, n-m-1 элементная, n-m-1 элементная. И m элементная. И m элементная. Да, их пересечение пустое. Мы получили противоречие. Значит, таких множеств у нас нет. Значит, у нас присутствуют все m-1, n. Отлично, молодец, решил. Все, нет, Олег. Давай еще раз. Значит, еще раз. Допустим, у нас есть n-m плюс 1 элементная множество. Множество а, некоторое, с которым равен вот этому. И его дополнение, которое состоит из n-1 элемента, не выбрано. Да, не выбрано. И вот у нас есть некоторый элемент x этого множества. И тогда выбрано, получается, множество а, множество дополнения до а в единении с x. Потому что вот это множество у нас, m элементная. И еще выбрано m без x. Потому что оно n-1 элемент. m без x это вот это. Это довольно понятно, что у них нет общего элемента. Надо просто проверить по точкам, пройтись на этой картинке. Ну, например, точка x не принадлежит какому из этих трех множеств? Вот этому. Ну, покажите. Первому, второму или третьему? Третьему. Точки x не принадлежат сюда. Замечательно. Точки не принадлежат, естественно, вот этому множеству. Первому, второму или третьему? Первому. Первому. И, наконец, которые левые выше x не принадлежат туда? Да, не принадлежат второму. Отлично. Все, понятно. Спасибо. Значит, я сразу скажу следующее. Что у этой задачи есть и более простое решение. И в кванте, ну, когда эта задача разбиралась, это было много лет назад, 25-я задача, это больше 40 лет назад, там было рассказано проще, чем сейчас нам рассказал Андрей. Хотя он, конечно, рассказал правду. Значит, смотрите. Начало решения такое же, как у него. То есть, говорим, что из любых двух, всего два в степени отодножества, значит, из любых двух одно обязательно, из множества его дополнения, обязательно выбрано одно. Это то же самое. А вот дальше в кванте доказывали такую лему. Если множество а выбрано, некоторое множество а выбрано, и некоторое множество b тоже выбрано, то пересечение обязательно выбрано. Доказательство этого утверждения удивительно простое. Смотрите, у нас ведь либо пересечение, либо дополнение к нему выбрано. Согласны? Давайте-ка я нарисую, что такое дополнение к нему. Дополнение к пересечению – это вот такое множество, правильно? Представьте себе, что дополнение к пересечению будет выбрано. И рассмотрите пересечение трех множеств. А, b и дополнение к пересечению. Пересечение а и b со своим дополнением, разумеется, не пересекается. Поэтому, если бы у нас оно не было выбрано, а было бы выбрано вот это множество, то мы получили бы три выбранных множества с пустым пересечением. Но в задаче сказано, что именно такого не бывает. Значит, когда берешь любые два множества, то их пересечение обязательно выбрано. Но помните, мы же говорили, что пустое множество не выбрано. Пустое множество не выбрано. А дальше делаем простую вещь. Выписываем все выбранные множества через запятую, и идем, и все время берем пересечение. Когда мы берем пересечение, от этого множество уменьшается. Понимаете? Точнее, не увеличивается. Но, когда мы пройдем по всем, оно не может дойти до пустого множества. Потому что тогда у нас получилось бы, что пустое множество выбрано. Ведь каждый раз, если у нас есть выбранное, мы его пересекаем с выбранным, получаем выбранное. И его опять пересекаем с выбранным, пересекаем, пересекаем, пересекаем. Значит, когда мы пройдемся по всем выбранным, пересечение будет все равно не пустым. Но состоять больше, чем из одной точки оно не сможет, потому что иначе было бы слишком мало выбрано. А состоять из одной точки оно сможет. Поняли? Отлично.